здрасте соскучились все поголовно не знают что делать с кабачками но ежегодно продолжают их сажать на своих приусадебных участках мы тоже сажаем кабачки но не даем им перерасти чтобы делать вот такие прекрасные бутики с поджаренным кабачком помидором и чесночным мазиком я их просто обожаю и поэтому все никак не мог сделать самогон из кабачков в этом году в моем регионе урожай на кабачки не удался и бесплатно их никто отдавать не желает я видел даже в дачных чатах что люди предлагают купить кабачки но я обнаружил что у меня в моей морозилке хранится целый ящик замороженных кабачков которые уже пора как-нибудь использовать итак сегодня я сделаю самогон из кабачков попробую что получится и в конце видео естественно накидаясь все-таки не замороженные кабачки у меня есть один наш переросток цукини а бледный таки подогнали бесплатно а это заморозка тут и кругляши и кубиками порезанные и даже натертые есть свежий кабачок нужно нарезать из цукини серединку удалять не буду нарезая сначала кольцами далее нарезаю на полоски и в итоге превращаю в кубики и параллелопипедики большого кабачку сначала снимаю скальп потом обеспись кожопиваю нарезая толстыми кольцами и удаляя все беда в отличие от цукини они рыхлые и неприятные после удаления семян нарезаю дольками кабачок а далее довожу нарезку на более мелкие кусочки заморозка почти разморозилась кабачки эти тоже нужно нарезать слегка покрытое льдом разморозка нарезана в общей сложности у меня получилось почти 9 килограммов чистого веса нарезанного кабачка кастрюлю высыпаю одну чашку кабачков чтобы покрыло дно в кабачках практически нет сахара и без его добавления нужно переработать тону овоща но все равно брага крепче от этого не станет всего у меня будет 2 килограмма сахара на 9 килограммов кабачков покрываю сахаром первый слой высыпаю вторую чашку кабачков вторым слоем это же просыпаю сахар очка а наверху высыпаю и выливаю размороженные кабачки и снова присыпаю сахаром чуть не забыл добавить натертые кабачки которые пустили сок после разборозки и добавляю оставшийся сахар через полчаса сахар поспособствовал и кабачки уже в собственном соку я решил что воды в них и так достаточно и добавлять простую воду нет никакого смысла включая нагрев на полной мощности довожу до кипения и варю не более 10 минут спустя это время выключая нагрев и теперь я стужая переливаю кабачки в кувшин блендера и делаю кабачковый смузи секунд 30 даю поработать блендеру вот такая дрестя получается этот процесс нужно повторить несколько раз получилось около 9 литров густого сусла уже с сахаром гидромодуль должен быть около 1 к 4 через часов 10 сусло остыло до 31 градуса пеногаситель обязательно нужно внести если у вас будет емкость почти доверха заполнена моем случае я этого делать не буду внес пачку турбодрожжей хмельной эксперт и закрыл сразу плотно под гидрозатвор через четыре часа гидрик нужно увозить в дурку через 7 часов такая ситуация вот так пенилась брага через сутки от внесения дрожжей гидрозатвор срабатывает с некоторой паузы через двое суток гидрозатвор молчит но продолжает быть напряженным я решил что пора гнать дабы не проквасить опасную брагу вот так выглядит каша после брожения фальш до и фильтр мешок просто обязательны при перегонке такой сложной браги переливая все содержимое емкости дефлегматор со встроенным узлом отбора установлен на медном шлеме нагрев установлен до 3500 ватт до 44 градусов кубе начал выходить воздух из головы аппарата и я подал воду в холодильник кубе мало жидкости поэтому лучше подстраховаться пошли травяные ароматы кубе 60 градусов наверху начала немного подниматься температура кубе 83 наверху перевалило за 60 градусов на 81,6 градуса голове аппарата пошел спирт сырец а на этих температурах скорость отбора достигла максимума приятный травяной аромат преследует при перегоне через 1 час 20 минут в голове аппарата 98,8 градуса а в кубе 99,1 отобралось 3 литра спирта сырца с ароматом похожим на кабачковую икру выключаю нагрев крепость получилось 30 процентов при 24,9 градусов цельсия после корректировки это 28 что-то мне подсказывает что крепость спирта сырца маловато видимо густота браги все-таки повлияло на выход но зато ароматика мощнейшая тем более я буду гнать не прямо током ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь по ссылкам в описании на все другие альтернативные платформы где может быть вам будет удобнее смотреть может надоело уже обходить блокировки youtube замедление youtube и vpn вам уже достал смотрите на рутюбе на дзене и даже на платформе там может быть тоже что-нибудь будет выходить а и расскажите гнали ли вы уже самогон и с кабачком сахаром а я приступаю к дробному перегоду выливая спирт сырец в куб на экране вы видите расчет данного перегода голова аппарата установлена до четырехэтажную бедную колпачковую колоду которая в свою очередь установлена до многотрубчатую царка чку нагрев плиты 3500 ватт до 60 градусов кубе подай воду в холодильник тем временем начал выходить воздух из трубки связи с атмосферой как только воздух из тса вышел температура в голове начала расти видно уже дефлигмация температура уже приближается к 70 наверху достиг максимум 79,9 тарелки заполняются в кубе 86,6 заметил что с mc тарелки практически все одновременно заполняются а не по очереди как было раньше mc тоже наполняется и вот так бурлит спирт сырец все же низкоградусный тарелки все одновременно завелись mc уже наполнилась и стало такое бурление даю колоде поработать до себя через полчаса работы до себя наверху 78,3 а в кубе 89,3 градуса приоткрываю кран до узле отбора и покапельно отбираю головы через полчаса отобрал 130 миллилитров голов сменил емкость и увеличил скорость отбора до 31 миллилитра в минуту наверху температура устаканилась 78 с половиной градусов отобралось чуть меньше 65 процентов от абсолютного спирта в кубе 99 градусов в mc уже не порядок и наверху температура начала соскакивать закончил перегон из дефлегматора остатки стекли и достиг отбор минимума после отключения нагрева mc продолжает работать а тарелки стекают и бьются в конвульсиях крепость получилось 91,7 процента при температуре 23 с половиной градуса после коррекции это 90 целых 82 сотых в 730 миллилитров мягчайшие воды вливают 550 миллилитров спирта из кабачков с сахаром но приступим к дегустации но так скажем ожидалось около двух литров получить всего напитка но не вышло но тем не менее что то есть да и понятно что результат ожидаем что с сахаром мы все равно что-то получаем но без сахара даже вот вот если у тебя есть тонна кабачка во первых замучаешься его обрабатывать еще хорошо что у меня была заморозка и там часть была порезана с этим там не менее двух часов только ушло на вот этот реализацию этих 10 килограммов частично порезанных ну его нафиг это это полтоны с этим работать можно было бы делать способом как выжимка сока но ради вот этих девяти килограммов вот этот мучиться с этим салютом доставать его прикручивать его вот этот вибрации те ощущать я решил что не буду не буду выжимать сок и именно в соке нет хотя это было бы более наверное разумным потому что мы получили бы чистенькую прям водичку из этого здесь же я все таки термообработку провел потому что все таки с термообработкой у нас какая-то так скажем бактериальная составляющая может как раз погибнуть в этот момент и упростить брожение дрожжей ну собственно что и видно было по сумасшедшему гидрозатвору потому что я не ожидал что она настолько будет классно бродить не надо будет париться то есть все без проблем с первого раза и нужно было там переразброды делать то есть дрожжи прекрасно первое несение дрожжей справилась бывало такое штаб либо дрожжи какие-то не очень либо дрожжи неподходящие для таких дел приходилось например добавлять другие которые там общепринятые проверенные дрожжи а до каких-то там мимоходных не получалось здесь же все получилось сразу пахнет пахнет травянистыми вот этими какими-то кабачковыми моментами я так скажу а кабачок который был в заморозке или после разморозки аромат не был чем просто вот этот свежий кабачок реально вот спирт сырец когда пах скорее больше в сторону именно этих кабачковой икры видите в кабачковой икры еще добавляются разные другие овощи но как-то вот все-таки основа какая-то чувствовалась здесь такое что-то между кабачковой икрой и какой-то просто вот именно травой ну я так думаю что такое основа может быть для какой-нибудь настоечки то есть какая-то травидающая основа плюс добавить туда специй ну там какие-нибудь такие классические достойки там типа может какого-нибудь ерофеича было бы неплохо на таком сделать да может быть там граф разумовский дал то что они сами по себе травяны и в основу такую сделает ее более еще мощный и интересный ну вполне вполне неплохая по ароматике не тот род использовал и теперь думаю какое же слово правильно сказать не получилось такое такое такая ароматика дал такая ароматика классно то есть все никаких лишних примесей нету все достаточно чисто и такой легкий тонкий приятный травяной аромат кабачкового самогода на сахарочке ну давайте выпьем за хороший урожай на вкус на вкус легкая сладость у нас послевкусие прям прошла такая то есть и трава трав траве дай травяная составляющая во вкусе не такая навязчивая как казалось бы это могло бы быть после ароматики ну вполне вполне питкий напиток о котором в принципе с удовольствием можно накидываться не обязательно закустить закусить это все дело диском то что надо кусочек было что пожевать и заполонить все вкусами еды кабачок кабачок да неплохая штука получилось главное что ненавязчиво и вот они эти самые бутербродики из-за которых собственно я несколько лет все никак не мог сделать самогон из кабачков собственно потому что действительно у нас в наши кабачки всегда идут на это дело кабачковая икра еще как бачковый кран с прошлого года она еще не съедет а поэтому она еще будет и кушаться и кушаться и такие вот моменты летнего бутерброда это постоянно я люблю при том что я люблю это есть просто без ничего просто как вот оно есть то есть чисто практически вегетарианским только конечно там уже идет и майонез и жирное масло в плане на чем это все жарится но это офигенная штука мне это нравится просто я их могу есть вот так просто подряд подряд как ну собственно запрещенные вещества прям или как семечки я не знаю да прям прям вот побожаю а если туда добавить хлебушку колбаски тоненькую какую-нибудь колбасочку там какой-то сальчичон тоненько нарезанный просто красота еще хлебушек тоненько-тоненького добавить и прям красота это царь царь бутерброд становится но такой конечно бутерброд всем понравится а вот вы полюбите его вот таким напишите в комментариях а кто кто любит точно вот эти вот бутерброды кто любит бутерброды как и есть бутерброды помидора кабачки комодоры помимачки вот напишите обязательно давайте выпьем за мой любимый бутербродик за кулинарные за кулинарные явства вот у меня такая вот канапышечка получилась далеко не из тонкого хлеба но у нас толщины соблюдены у нас толщина хлебушка мяса кабачка и в принципе помидорки такие же вот ну-ка харя громче тресни ммм с мяском 500 тысяч раз вкуснее давайте выпьем за семейное благополучие этот необычный интересный напиток из кабачка эту канапышку сделал потоньше чтобы как говорится в рот вмещалась получше мастрологические оргазмы а давайте выпьем за здоровье и долголетие наших родителей смачно приложился вполне хороший напиток в 500 тысяч раз круче водки таким легким-легким привкусом травянистым так еще у меня сегодня небольшой праздник 9 лет как я создал свой канал но сначала этот канал был не таким какой он стал с конца 2016-18 года но тем не менее его создал оказывается это все совпало с днем рождения google хотя google на самом деле зарегистрировались вообще 15 сентября точнее домен зарегистрировали а компанию вообще через год зарегистрировали короче непонятно и праздновали они его до 26 года в разные дни а в принципе а в чем проблема мы можем праздновать все что угодно и каждый день когда у нас есть много своего интересного домашнего напитка да и за кусочек вы уже все время сами сделать давайте с днем рождения мой канал ну и вообще бы всех у кого день рождения в этот день напишите в комментариях вдруг кого-то сегодня день рождения а я еще раз делал только побольше уже у вас кусочки ну очень вкусно не знаю советовать вам не советовать делать самогон из кабачка скорее всего я бы не советовал потому что ну так скажем не особо этот аромат такой классный как например когда делаешь на огурце огурец он гораздо интересней там какая-то остринка от кожицы не хотите острит код кожицы убирайте кожицу делаете да здесь же как-то все таки вот говорю как хорошая основа для настойки какой-то из специй трав классической это наверное да такой заморочка такая интересная интересная история когда вы будете рассказывать как вы делали эту настойку что у вас вот эти на кабачке сделано вот это вот тело так далее ну не знаю это это гастрономический вариант напитка потому что есть делают настойки на всяким там на грибах там грибные настойку я помню же делал да и там интересная прикольная штука кто-то делает сам там до лисичках их поджаривает там что-то делает придумывает выводит эти штуки то есть гастрономические какие-то настойки и рецепты присутствуют это у нас с брожением настаивать кабачок может быть тоже как есть как вариант может быть когда-нибудь я приду к такому моменту что я начну достаивать все подряд но это кстати делают во всяких тик токах люди и с другой стороны так смотрю что это дичь какая-то дикая с другой стороны с третьей стороны и с пятой стороны скорее они больше получат чем я с брожением но брожение это не только опыт так скажем сбраживания разных продуктов это еще и перегоды как же получить как же попробовать передать что-то как же сохранить здесь тонкий аромат тонкий тонкий аромат смахивающий на кабачковую икру очень залетно больше какой-то травянистости вот всего как-то так надеюсь видео для вас было полезным это как вариант это если вам реально уже некуда их девать почему бы нет почему бы их не грохнуть но не первостепенная такая потребность просто сахарный самогон и закуска из вот таких вот вот таких вот бутербродов это блин 500 раз наверно будет лучше удачи всем главное что не противно а вполне вкусно а Продолжение следует...